Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси Господи. Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси Господи. Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси Господи. И проповедуйте в оградях их. Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси Господи. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напыд одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. И когда окончил Иисус наставление двенадцать ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Такие евангельские строки мы с вами слышим. Господь воспитывает своих учеников, действительно воспитывает как учитель, как любящий отец. Показывает нам пример такой заботы, очень тщательной, о душе доверившегося тебе. Вот уже вот в этом мы можем для себя много примера найти. То есть человек, помни, и ты в жизни связан с кем-то. Так вот, позаботься о нем, заботься о душе его. В чем забота здесь заключалась? Господь открывает им то, что будет дальше. Говорит, какими они должны быть, как они должны будут трудиться. Приучает их к воздержанию, приучает их к такой независимости от славы человеческой, что, наверное, одно из самых сложных вещей. Приучает их к тому, что их служение будет связано с трудностями. С трудностями. Потому как вообще трудности, наверное, люди в большинстве своем склонны избегать. Да, мы как-то, наверное, все-таки стараемся искать, что полегче, что попроще. И вот такое, кстати, бывает у человека, пока он не почувствует вкус плодов своих трудов. Вот когда это будет, тогда человек перестает бояться трудностей. Но в начале, наверное, вот всегда сердце трепещет, что-то незнакомого, неизведанного, с виду сложного. Господь и говорил, что не бойтесь, трудитесь, старайтесь. Но для того, чтобы вот этот труд вообще христианский, он был успешный, человек должен уметь в таком хорошем смысле отказываться от самого себя. То есть этот труд, он должен быть максимально качественный, на 100% должен быть качественный, радикально качественный. То есть спасение, оно тогда становится возможным, когда человек перестанет вот себя делить. Что вот эту часть самого себя, я уж так и быть, да, Богу отдам, а вот остальное уж, извините, это мое, мое кровное и так далее. Ну, здесь какой можно пример самый простой, да, привести. Ну, вот я в храм хожу, там я верующий человек. С храма вышел, вера моя закончилась. Ну, или, например, великий пост еще буду пытаться соблюдать, остальные посты, там, пусть монахи постятся. Да, там, то же самое касается каких-то других таких упражнений духовных. Правда же, часто человек склонен себя делить. Несомненно, каждому свои таланты, несомненно, каждому свой даже образ жизни Бог устраивает. Но, простите, сын, и дашь мне свое сердце, Бог говорит. Сердце. Внутренний свой мир Богу-то отдать. Ничто ведь не мешает. И вот, когда человек с этим делом определится, действительно, Бог начинает во всем ему содействовать. Ну, вернемся к тексту. Вот слова еще Господь говорит ученикам своим, а через них всем нам. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. Кто любит сын или дочь более, нежели мне, не достоин меня». Человек может показаться, это что же получается. Любить отца или мать – это плохо? Любить детей своих – это плохо? А как же заповедь о любви к ближнему? Да, конечно же, неплохо. Если эта любовь не связана с каким-то грехом, да, что она действительно вот такая вот хорошая, чистая. Ну, плохого нет ничего. Зло появляется тогда, когда что-то нам начинает закрывать Бога. И вот здесь вот никто не может стоять на его место. Ну, в общем-то, и понятно. Да нет Бога, кроме Бога. Это же очевидно. И, в общем-то, оно, эти вещи-то и совмещать-то как-то оно, ну, бессмысленно. Что любовь к людям – это одна вещь. Но любовь к Богу – это, опять же, это другое. Они действительно несродны, вот эти заповеди. Но мы же понимаем, что не от людей всё зависит, а зависит от воли Божьей. Не люди спасают человека, Бог спасает человека. Не человек даёт нам возможность вечной жизни божественной, а Бог. Не человек меня создал, а Бог меня создал. Это же понятно, что к Богу должно быть, ну, в первую очередь, почитание. Конечно, это пример, да, любить отца или мать, там, сына, дочь. Это просто как бы вот что человек, следи за собой. Следи, чтобы сердце твоё, но не привязалось к кому-то больше, чем нужно. Кому-то или чему-то. Знаете, вот эти слова можно связать с заповедью «не сотвори себе кумира». Это всё вот отсюда. Бог стоит на первом месте. Любя Бога, мы не прекращаем любить ближних. Господь ведь не требует так, что ты мне люби, а обо всех забудь. Нет такого, нет, и быть не может. Но потеряв Бога, мы в итоге становимся нищими. И без всего. А ведь если совсем глубже копнуть, то без помощи Божьей мы и ближних-то любить не можем. Наше сердце, оно исполнено самолюбие, эгоизма. Если Господь не будет его очищать, не будет нас укреплять, то мы им ближних-то любить не сможем. Что примеров-то мы мало, да великое множество. Казалось бы, самая естественная любовь родителей к детям, и наоборот, самая простая, наверное, что она не прекращается, она не нарушается. Да сколь угодно. Кто не берёт креста своего, следует за мной, тот не достойный меня. Крест. Людей знали, что такое крест. Знали, как римляне убивают преступников. Знали и боялись, в общем-то. И вот Господь такие слова здесь применяет для того, чтобы христиане знали, что вот до самой смерти быть Богу верным. Если ты не собираешься ради него умереть, или в буквальном смысле, или в каком-то переносном, тогда ты не будешь ему верным. Если ты пойдёшь за ним, пока только гладенькая асфальтированная дорога, а дальше там по всяким кочкам и камням тебе не хочется идти, ну что ж, тогда, ну какого тогда спасения? Какое христианство? Сти за ним надо идти до конца, и быть с ним везде. Везде и всегда. И на фаворе, и на галгофе. По-другому никак. Сберегший душу свою потеряет её, Господь говорит. Потерявший душу её, Сфараде, меня сбережёт её. Тут тоже о мученичестве говорится. Что ты вот испугался, решил сохранить в себе определённое количество дней земной жизни. Из этого отрёкся от Бога. Ну что будет-то с тобой? Ну как? Как ты встретишься потом с Ним? Да и эта земная жизнь тебе радости не принесёт. Оставшиеся эти дни, которые сочтены. И наоборот, кто-то не испугался и душу свою отдал ради Христа, то, конечно, сбережёт её. Сбережёт её для вечности. Конечно, всё это могло показать ученикам очень тяжёлым. Тяжёлым, грустным, печальным. Что это такое? Смерть да смерть. Ну как же так? Но Господь их утешает дальше такими словами. Говорит, что не переживайте. В этой жизни найдёте много радости и утешения. Причём не только от Бога. Люди будут вас с радостью встречать, как служителей моих. И тоже, смотрите, здесь ещё такими словами дальше, да, что кто принимает праведника, ему праведника, получит награду праведника. Господь приучает нас к такому вот гостеприимству хорошему, к служению служителям Божьим. В общем-то, оно так и было, так и есть. Кто Богу служит, искренне служит душой своей всей, всеми своими силами, он, ну как правило, и от людей почитаем в таком хорошем смысле. И любит его, и помогает ему. Всегда такое оно было и есть. Ну и, естественно, да, помогая святому, мы, ну как даже Господь сказал, мы получим награду святую. Вот оно даже как-то. Вот, наверное, каждый из нас должен постараться найти, как бы послужить бы мне, тому, кто служит Богу, изо всех сил. Получить его награду. Это такое в хорошем смысле корысть должна быть. А кто скажет, а как же я, чем же я послужить, сам ничего не имею? На паи одного из малых сих только чашу холодной воды, во имя ученика. Истинно, говорю вам, он не потеряет награды свои. Все у Бога замечено. Все у него под контролем. Вот такой Евангелий сегодня мы с вами успели прочесть. Читали мы Евангелие от Матфея, главу 10, 37 стиха по 1 стих, главу 11. Напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. Благословение Господне пребывает со всеми нами.